Здравствуйте, уважаемые гости! Мы очень рады приветствовать вас! Гостей из Сирийской Арабской Республики встречали обрядом добрых пожеланий и местной ягодой. Вероятно, именно здесь представители иностранной делегации впервые в жизни попробовали традиционные для наших мест бруснику, клюкву и морожку. Это открытие стало одним из многих, которые губернатору провинции Хомс и другим гостям предстояло увидеть в деревне Рускинской. В местном музее природы и человека для них подготовили большую экскурсию. Былые времена измеряли расстояние от соседа к соседу переносом лодки. Говорили, до моего соседа два литра переноса. Это означало, что плыли по одному озеру, затем лодку несли и делали так два литра. Область оленей упряжки и почти все породы рыб, которые водятся в водоемах Сургутского района, а также звери и птицы, для которых наша территория – традиционное место обитания. Все это на протяжении многих лет создавал автор экспозиции Александр Ядрошников. По сложности они как бы все одинаковые, а самый дорогой экспонат – это вон межняк, который скрещивание глухаря с тетеревым. Это очень редкий вид. Он для меня очень дорог. Мне привез один хант и сказал, что я еще дедушка говорил про такую птицу, и она говорит, сделай музей. Вот она у меня висит. Работа над некоторыми экспонатами длится годами. Несколько лет занял труд по созданию единой композиции «Медведя и лося». Важный факт. Многие из представленных здесь животных стали жертвами цивилизации. Это, в общем-то, экспонаты много – это жертвы цивилизации. Очень много попадает под машины. Попадает в рыболовные сетки, в мордушки. Вот эта рысь, допустим, попала под машину. Эта росомаха, она без одной лапки не могла выжить. Вот такая история. Гости из Сирийской республики с большим интересом осматривали каждую экспозицию, внимательно слушали экскурсоводы, задавали вопросы и, казалось, были поражены многообразием и богатством коллекции Музея природы и человека. Сегодня побывали гости из Сирийской республики. Надеюсь, что им понравилось. То есть увезут в Сургутском районе хорошие воспоминания. Но место, как вы видите, оно действительно на самом деле уникальное. Эта экспозиция создавалась в течение 30 лет. Ну и визитная карточка нашего района. Нам очень понравилось, что здесь в каждом уголке музея отдельная история о том, как жили те люди, которые проживали здесь, в том числе и много веков назад, и какими удивительными способами им удавалось обладевать природными богатствами. Действительно, это очень интересно. Представители Сирийской арабской республики выразили благодарность правительству, югры, губернатору и главам Сургута и Сургутского района за тёплый приём, который устроили делегации. Ведь помимо официальных визитов и переговоров, им удалось увидеть местную культуру и погрузиться в богатую историю нашего региона. Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости.